По всем прогнозам предстоящее лето ожидается засушливым, поэтому очень важно провести сев как можно быстрее, пока почва увлажненная. Об особенностях нынешней посевной в нашем регионе сегодня рассказал заместитель председателя областного правительства Алексей Котличков. В этом году полевые работы начались на 2-3 дня раньше, чем в предыдущие годы. Это связано в первую очередь с более ранней весной. На начало апреля выдалась хорошая погода, да и снега в этом году зимы было немного, поэтому освобождение полей от снежного покрова произошло рано. На прошлой неделе крестьяне начали бронить, подкармливать многолетние травы и озимые культуры. В этом году зима была достаточно теплая, и это в определенной мере повлияло на то, что озимые культуры покрыты плесенью, поэтому их надо шевелить, их надо подкармливать. Основная задача, которая стоит перед аграриями – провести посевную в сжатые сроки, поскольку в почве наблюдается недостаток влаги еще с осени прошлого года. А вот с точки зрения технического вооружения крестьяне готовы полностью к работам. Обеспечение горюче-смазочными материалами, обеспеченность нормальная, потому, как я сказал, что это не очень затратно, похуже с минеральными удобрениями. Но сейчас договоры у сельхозпредприятий заключены с поставщиками, и мы должны выйти на уровень прошлого года. Семенами яровых, зерновых и зернобобовых культур область обеспечена в полном объеме. Благодаря государственной поддержке состав семенного и посадочного материала значительно улучшен. Семена клевера и люцерна Кировская область продает соседние регионы. В область планируется завести некоторое количество семян кукурузы на кормовые цели, льна, картофеля и овощей. Михаил Кунышев, Вячеслав Голиков, Вести, Киров.